Привет, друзья! В этом видео мы продолжим наш рассказ о истории Харьковского тракторного завода. Если вы не видели первое видео об этой теме, то лучше начните с него, а потом вернитесь к просмотру этого ролика. Харьковский тракторный завод начал свою работу 1 октября 1931 года. Первые месяцы работы были пусковыми. Уже в 1932 году с его конвейера сошло 16 044 трактора. Также было изготовлено 1507 двигателей, отлито 16 950 тонн серого чугуна и 956 тонн ковкового чугуна, 1296 тонн цветных металлов и 17 445 тонн горячих поковок. В сентябре 1933 года завод вышел на проектную мощность 145 тракторов в сутки. За 11 месяцев было изготовлено 28 285 тракторов. Год был закончен с показателями 100,4%, то есть 215 тракторов были изготовлены сверх плана. В 1935 году на ХТЗ был изготовлен 100 тысячный трактор, а уже в 1936 с конвейера завода сошел 150 тысячный трактор. В 1934 году на ХТЗ было трудоустроено 20 политэмигрантов из Австрии. Они прошли обучение на токарей и фрезеровщиков. В начале 1930-х была выстроена первая очередь трактора Града, социалистический город Новый Харьков. Он состоял из многоквартирных домов, общежитий для одиноких, школ, детских садов, фабрично-заводского ученичества, больницы. Был выстроен спортивный городок ХТЗ со стадионом и легкоатлетическим манежем. Рядом с заводом развернули полигоны по испытанию тракторов. В промзоне ХТЗ начали появляться другие предприятия. Например, Харьковский станкостроительный завод. Если вы интересуетесь украинской промышленностью, могу посоветовать вам телеграм-канал «Промыслово Украина». Здесь регулярно выходят новости о украинских предприятиях и бизнесе. В Украине даже во время войны продолжают открываться новые предприятия, заводы и фабрики. Строятся новые объекты инфраструктуры. Активно развивается аграрный сектор. И обо всем этом вы можете узнать в данном телеграм-канале. Ссылки будут в описании. В 1929 году в Советском Союзе прошли сравнительные испытания, на которых определяли лучшую модель трактора для серийного производства. Ни один из отечественных образцов не смог пройти испытаний. Пришлось наладить производство копий заграничных тракторов. Конструкторское бюро НАТИ не прекращало попытки разработать идеальный советский трактор. Удалось им это в середине 1930-х. С 1937 трактор СХТЗ НАТИ начали производить в Сталинграде и Харькове. Это была машина весом более 5 тонн, с двигателем 52 лошадиных силы. Трактор был гусеничным и в отличие от СХТЗ-15-30 не оставлял глубоких борозд на полях. В 1938 году на Всемирной промышленной выставке в Париже трактор получил большую золотую медаль и диплом Гран-при. На протяжении 15 лет эта модель будет основной для трех советских тракторных заводов. В 1930-е годы советская промышленность пытается освоить серийное производство холодильников, чтобы обеспечить ими каждую квартиру. К этому процессу привлекается и Харьковский тракторный завод. В 1937 году на нем предпринимаются попытки разработать холодильник ХТЗ-120. Разработка этой модели займет около двух лет. Серийное производство начнется в 1939 году. За один год будет изготовлено 3500 экземпляров. В 1941 году из-за вторжения нацистской Германии производство будет свернуто. ХТЗ-120 считается первым советским бытовым компрессорным холодильником, который запустили в серийное производство. В послевоенные годы производство холодильников на тракторном заводе не будет восстановлено. В 1938 году на Харьковском тракторном заводе начнется производство трактора ХТЗ-Т2Г. Это был первый советский гусеничный трактор с газогенераторным двигателем. Газогенераторная установка работала на дровах, торфе и угольных брикетах. Была специальная система розжига топлива. Трактор имел повышенную пожароопасность, потому его использовали в тех местах, где не было риска сжечь весь урожай. Разработан он был на основе трактора СХТЗ-на-Ти, но производился только в Харькове. С 1938 по 1941 годы было изготовлено около 16000 экземпляров. Само собой их производство было свернуто из-за вторжения нацистской Германии в Советский Союз. У многих, наверное, возникал вопрос, почему Харьковский тракторный завод не выпускал танки. Ведь тот же Сталинградский тракторный завод в 1930-е годы производил танк Т-26, а после вторжения нацистской Германии наладил выпуск Харьковской 34-ки. Хотя намного логичнее было бы сначала на Харьковском тракторном заводе развернуть производство 34-ки, а уже потом на Сталинградском тракторном. Но дело в том, что Харьковский тракторный завод был копией, и построен он был с множеством допущений и отклонений, а потому подходил только для производства легких танков. В конце 1930-х на нем собирались наладить производство танка Т-60. Это легкий танк, в самой тяжелой комплектации он весил всего 6400 килограммов. На вооружении у него было всего два пулемета. Он использовался как танк-разведчик. В 1943 году был снят с вооружения, и после этого использовался исключительно как учебный танк. Его должны были выпускать большими объемами на Харьковском тракторном заводе и на Горьковском автомобильном заводе. Но в итоге производство поручили другим предприятиям. В начале 1930-х годов в Советском Союзе начинаются испытания по созданию бронетрактора. Планировалось, что в случае большой войны такие машины заменят легкие танки. Но эксперимент полностью провалился по ряду причин. Первая причина – это слабый двигатель, который с трудом мог сдвинуть с места трактор, на который навесили несколько тонн бронелистов, артиллерийское орудие и другие детали. К тому же, экипаж бронетрактора должен был состоять из четырех человек. А откуда там возьмется место для четырех? Еще одна причина заключалась в том, что трактор после нескольких выстрелов начинал буквально рассыпаться. Да и в целом, бронетрактор по своим характеристикам даже примерно не мог заменить легкий танк. Потому, осуществив ряд безуспешных попыток, все разработки были прекращены, а идею признали бесперспективной. Но все изменилось в 1941 году. Большинство своих легких танков Красная Армия потеряла в боях на участке фронта Броды, Дубно-Луцк. Нужно было как можно скорее хоть чем-то компенсировать их потери. И потому идею производства бронетракторов признали не такой уж и бесперспективной. Тем более, нужно было загрузить Харьковский тракторный завод военными заказами. Именно поэтому 20 июля 1941 года нарком танковой промышленности Вячеслав Малышев подписал указ о производстве 2000 бронетракторов. Их должны были производить на Сталинградском и Харьковском тракторных заводах сверх нормы. При этом все понимали, что толку с них будет мало, но все же бронетрактор лучше, чем ничего. Конструкторское бюро НАТИ в срочном порядке разработало новый образец. За основу был взят гусеничный трактор СХТЗ НАТИ. Вместо кабины на него установили башню с 45-мм орудием. Корпус обшили листами брони. Боковая броня была толщиной в 10 мм, лобовая в 30 мм. Также на вооружении был один пулемет ДП калибра 7,62. Боевая машина весила 8600 кг. Экипаж от 2 до 4 человек. Она получила классификацию Эрзац САУ и должна была стать легкой и дешевой заменой самоходным артиллерийским установкам. Поскольку основное производство должно было быть развернуто на Харьковском тракторном заводе, машина получила название ХТЗ-16 в военной документации Т-16. Производство бронетракторов сразу не заладилось. Дело в том, что у ХТЗ было несколько подрядчиков. Варшиловградский машиностроительный завод и НКМЗ, которые постоянно не успевали производить бронелисты и орудия. Исписывали все это на перебои с поставками стали из мариупольского комбината имени Ильича. Из-за этого до оккупации Восточной Украины удалось произвести чуть больше 100 бронекорпусов. При этом на Харьковском тракторном заводе к 14 сентября 1941 года было изготовлено 1528 шасси для бронетрактора. Из них полностью достроить удалось только 142. И при этом 33 из них были обшиты не бронированной сталью, а обычной. Такие бронетрактора получили прозвище «Железные». После эвакуации Харьковского тракторного завода все работы по производству бронетракторов были остановлены. Хотя есть версия, что небольшую партию пытались сделать и на Сталинградском тракторном заводе. Но точной информации о их количестве нет. 140 бронетракторов, которые произвел Харьковский тракторный завод, отправили в танковые войска. Два – в военные училища. Бронетрактора участвовали в битве за Полтаву, Харьков и Москву. А также в неудачной попытке освободить Харьков в 1942 году. Практически все бронетрактора были уничтожены в бою и показали себя крайне плохо. Некоторые из бронетракторов ХТЗ-16, которые сумели уцелеть, хранятся в наши дни в музеях. Стоит отметить, что в 1940 году в Харькове было произведено 80% всех танков Советского Союза и всех танковых двигателей. Немецкая авиация наносила удары по Харьковским промзонам, но не стремилась их уничтожить полностью. Очевидно, немцы хотели захватить эти заводы и использовать в своих целях. Но в то же время сильным бомбардировкам подвергались Харьковские железные дороги, чтобы заводы не могли полноценно работать, и в случае чего их нельзя было эвакуировать на восток. Тем не менее, осенью 1941 года Харьковскую промышленность эвакуировали на восток. Харьковский паровозостроительный завод имени Коминтерна вывезли на Челябинский тракторный завод. Туда же вывезли часть оборудования из Кировского завода в Ленинграде. На ЧТЗ было развернуто производство танков и танковых двигателей. Появился знаменитый Челябинский танкоград. Также часть оборудования паровозостроительного завода вывезли в Нижний Тагил. Там, благодаря харьковским специалистам, на Уралвагонзаводе удалось также развернуть производство танков. Харьковский тракторный завод эвакуировали на Сталинградский тракторный завод, на котором уже вовсю шло производство танков Т-34. Впоследствии Сталинградский тракторный сыграет очень важную роль в обороне города. Он вместе с окрестной промзоной превратится в настоящую цитадель, которую немцы будут штурмовать долго и упорно. Завод будет отрезан от остальной группировки, которая обороняла город, но не прекратит сопротивление. Несмотря на постоянные обстрелы и авиаудары, из его цехов будут выезжать новые и новые танки. Выпуск танков не остановится, даже когда линия фронта будет проходить по территории завода. Рабочие с винтовками будут стоять за станками и в случае необходимости отбивать атаки. Недоделанные, непокрашенные танки будут снимать с конвейера, сажать в них экипажи, они будут выезжать из цеха и сразу же вступать в бой. Один из танков, на который не успели надеть гусеницы, выкатили к большой пробоине в стене и стреляли по наступающим немцам прямо из цеха. Оборона Сталинградского тракторного завода – это настоящий подвиг. И большая гордость, что рабочие Харьковского тракторного завода тоже приняли в нем участие. Танки, безусловно, были очень важны для воюющей страны, но потеряв самые плодородные земли в европейской части Советского Союза, нужно было все равно как-то кормить людей. И для этого распахивать земли на Урале, Сибири, Дальнем Востоке, Северном Казахстане и Средней Азии. Для этого нужны были новые трактора. Их производство решили развернуть в городе Рубцовск, на Алтае. Ну а строить новый завод решили на базе эвакуированного Харьковского тракторного завода. Также привлекли оборудование и специалистов Одесского завода сельскохозяйственных машин и часть персонала Сталинградского тракторного завода. Развернуть производство нужно было буквально в открытом поле. Требовалось выстроить ТЭЦ, кузнечный и литейный цеха, а сборку тракторов наладить в зернохранилищах, которые для этих целей планировали переоборудовать. Необходимо было собирать хотя бы 20 тракторов СХТЗ НАТИ в сутки. Хотя тогда в название трактора уже добавили одну букву – АСХТЗ НАТИ. Или АТЗ НАТИ – Алтайский тракторный завод. Первый трактор сошел с конвейера 24 августа 1942 года, как раз в первые дни битвы за Сталинград. Чтобы производить электроэнергию для производства, рядом с заводом был установлен энергопоезд, а в 1943 году была выстроена Северная ТЭЦ, турбину для которой изготовили голодные люди в блокадном Ленинграде, а потом по дороге жизни вывезли из города. Вот так вот в Рубцовске посреди войны был выстроен новый завод по производству гусеничных тракторов – новые жилые дома. Интересно, что к концу войны на АТЗ производили больше тракторов, чем на ХТЗ в довоенные годы. В 1944 году в Рубцовске будет разработан трактор Т-54. Он будет разработан на базе трактора СХТЗ НАТИ, но в замен керосиновому двигателю на нем будет установлен дизельный двигатель, к тому же на 40% более экономичный. Этот трактор в случае необходимости можно будет перестраивать в бульдозер. Но его серийное производство удастся развернуть только в 1949 году, сразу на трех заводах – Харьковском, Сталинградском и Алтайском. Всего будет изготовлено 967 тысяч тракторов. Он будет производиться до начала 1970-х. В феврале 1943 года советские войска наступали на Харьков через Чугуев. Начались ожесточенные бои за Харьковский тракторный завод и поселок ХТЗ. Но тогда советским войскам не удалось полностью освободить город. Во время следующей битвы за Харьков в августе 1943 на город наступали уже с севера. Фактически восстановление ХТЗ началось в первые недели после освобождения города. Стоит отметить, что немцы за время оккупации города не смогли развернуть новое производство на ХТЗ. А вот советские специалисты смогли восстановить производство тракторов на ХТЗ уже к концу 1944 года. Это были все те же гусеничные трактора с ХТЗ НАТИ. Но также в 1947 году ХТЗ получила заказ на разработку и производство садово-огородного трактора ХТЗ-7. Это был малогабаритный гусеничный трактор, который был очень необходим для восстановления сельского хозяйства в разрушенной стране. Его нужно было выпускать огромными объемами. А ХТЗ не мог сразу освоить большие объемы из-за того, что параллельно производил гусеничные трактора. Потому нужно было найти новый завод, в котором можно будет организовать сборку тракторов ХТЗ-7 из компонентов, которые будет поставлять Харьковский тракторный завод. Это предприятие можно было найти в Харькове, в Харьковской области или в других регионах. Но далеко искать не пришлось. Рядом с Южным вокзалом в Харькове в 1943 году была развернута мастерская по ремонту военной техники. Эта мастерская следовала за фронтом еще со Сталинграда, но в Харькове окончательно остановилась. В послевоенные годы на ней производили всевозможную продукцию, абсолютно разную, все что закажут. Именно здесь решили развернуть сборку тракторов ХТЗ-7. Впоследствии предприятие превратится в Харьковский завод самоходных шасси, на котором будут производить трактора ДВШ и легендарный трактор Т-16. В народе получивший прозвище ДВШонок или Попрошайка. Харьковский завод самоходных шасси продолжит работу до 1996 года. На нем будет изготовлено более 600 тысяч тракторов за годы работы. Это было третье на территории города специализированное производство тракторов. В 1952 году на Харьковском тракторном заводе полностью сворачивает производство трактора СХТЗ НАТИ. Завод производит гусеничный трактор ДТ-54 и колесный трактор ХТЗ-7. В конце 1940-х годов в Советском Союзе назревал топливный кризис. Старые месторождения нефти истощились, а новые еще не были разведаны. Топливо стремились экономить. Потому Всесоюзный институт электрификации сельской местности разработал новый электротрактор, серийное производство которого должен был освоить Харьковский тракторный завод. Трактор получил название ХТЗ-12. За основу был взят все тот же гусеничный трактор СХТЗ НАТИ. На него был установлен двигатель переменного тока мощностью в 42 кВт. На трактор устанавливался барабан с гибким кабелем, который был спрятан в обтекаемом капоте. Кабель подключался к переносной полевой подстанции. Работал от трехфазной 1000-вольтной сети. Кабель должен был наматываться и разматываться на барабане за счет специального механизма и мачты. Длина кабеля 750 метров. Без перестановки подстанции трактор мог обработать от 15 до 60 гектаров земли. Расход электроэнергии на обработку одного гектара земли 45 кВт в час. Минусами первого советского электротрактора была высокая стоимость производства. Кабель, который таскался по полю, постоянно переламывался и изнашивался. Естественно, если рядом не было высоковольтной сети, трактор работать не мог. Электроподстанцию за трактором приходилось возить с помощью грузовика, который использовал обычное топливо. К тому же иногда электротрактор приходилось буксировать с помощью обычного трактора. В итоге на ХТЗ было произведено всего 32 таких электротрактора. После этого их производство свернули и благополучно забыли о нем. В послевоенные годы в Советском Союзе начинается масштабное перевооружение армии. В том числе оно коснулось и артиллерийских тягачей. В годы Второй мировой войны Красная армия в качестве тягачей использовала гусеничные трактора. А потому неудивительно, что производство артиллерийских тягачей решили разместить именно на тракторных заводах. В 1947 году на Харьковском тракторном заводе было организовано конструкторское бюро, целью которого стала разработка армейских быстроходных гусеничных машин. Так был разработан легкий артиллерийский тягач АТЛ, который в нескольких модификациях выпускался до 1967 года и пользовался большой популярностью среди военных. АТЛ имел вес в 6300 килограммов и мог тянуть за собой до 6 тонн. Например, артиллерийское орудие. И мог перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн. Например, боеприпасы. Для удобной погрузки в корпус была вмонтирована лебедка, в кабине было 3 места, в грузовом отсеке 8, то есть места для артиллерийского расчета. АТЛ имел хорошую проходимость и прославился как надежный и простой артиллерийский тягач. В конце 1950-х годов на ХТЗ был создан плавающий гусеничный транспортер снегоболотоход, который мог тянуть за собою колесно-лыжный прицеп КЛП-2. Этот образец не вошел в крупносерийное производство, но стал базой для создания другой военной техники. В начале 1960-х годов конструкторскому бюро Харьковского тракторного завода поручили разработать легкий многоцелевой тягач МТЛ. Поскольку к тому моменту классические артиллерийские тягачи стали слишком уязвимыми и в случае нападения диверсионные группы противника не могли сами себя защитить. Потому новый тягач покрыли слоем брони толщиной в несколько миллиметров, которая могла защитить от пуль и осколков. А также вооружили пулеметом ПК калибра 7,62. Потому машина получила название МТЛБ – многоцелевой тягач, легкий бронированный. Ее серийное производство началось на Харьковском тракторном заводе в 1964 году. Машина окажется очень удачной, потому ее производство будет налажено на заводе Муром Тепловоз, а также на Алтайском вагонном заводе. Это филиал Уралвагонзавода в городе Рубцовск. И находится он прямо по соседству с Алтайским тракторным заводом. Также производство МТЛБ будет налажено в Болгарской и Польской народных республиках. По всплывающей в правом верхнем углу подсказки вы сможете перейти на видео о заводе имени 9 мая. Это был болгарский филиал ХТЗ. По сути это гусеничная машина весом в 9700 килограммов, которая может преодолевать крутые подъемы в 35 градусов, переплывать небольшие водоемы, ехать по непролазной грязи и заснеженным просторам. Экипаж составляет 2 человека, десант до 11 человек. МТЛБ начали применять как артиллерийский тягач, снегоход, который может тянуть за собой сани с полезным грузом, бронетранспортер, который подвозит десант к линии боевого соприкосновения. На основе МТЛБ начали производить боевые машины пехоты, снегоболотоходы, машины для лесничеств, пожарные машины и еще много-много другой техники. Главным недостатком было то, что МТЛБ жрало топливо буквально ведрами. Но на полном баке можно было проехать 500 километров. Но самое главное, МТЛБ оказалось идеальным шасси для постройки другой военной техники. На шасси МТЛБ был создан комплекс «Фальцет-М», «Зоопарк-1», командно-штабные машины, разведывательные машины, машины связи и управления войсками, радиолокационная станция «СНАРП-10», противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Но самое главное, в 1969 году в Советском Союзе началась разработка самоходной гусеничной артиллерийской установки калибра 122 мм. Под ее производство рассматривалось три шасси «Объект-124», «БМП-1» и «МТЛБ». По итогу всех испытаний лучшим вариантом для шасти признали МТЛБ. В 1971 году на Харьковском тракторном заводе началось производство самоходной артиллерийской установки калибра 122 мм под названием 2С1 «Гвоздика». Со временем производство этой САУ будет развернуто на заводах в Польше и Болгарии, которые производили МТЛБ. Вес «Гвоздики» около 15700 кг. Экипаж 4-5 человек, дальность стрельбы более 15 км. Наверное, возник вопрос, а как ХТЗ могло производить эту САУ, если ранее было указано, что завод мог производить только легкие танки? К началу 1970-х предприятие было капитально реконструировано и уже могло производить тяжелую военную технику. САУ «Гвоздика» будут производить до 1991 года. Производство МТЛБ на Харьковском тракторном заводе будет продолжаться до второй половины 2000-х. В 90-е на его базе будет разработан вездеход «ХТЗ-3Н», который производился для гражданских целей. В 2021 году руководство ХТЗ заявило, что хочет восстановить производство военной техники на заводе. Но идею не удалось реализовать из-за вторжения России. С 1937 года в Советском Союзе начинается серийное производство трактора СХТЗ «Нати», который будут выпускать на Харьковском, Сталинградском и Алтайском тракторных заводах. В 1944 году на Алтайском тракторном заводе был разработан трактор ДТ-54, который также будут выпускать на Харьковском, Сталинградском и Алтайском тракторных заводах. В 1959 году на Харьковском тракторном заводе был разработан трактор Т-75, который является глубокой модернизацией ДТ-54. Главное отличие – новый дизельный двигатель мощностью в 75 лошадиных сил, двухдисковое сцепление, новая коробка передач, внешний отличительный признак – вентиляционный люк треугольной формы над лобовыми окнами. Т-75 производился с 1960 по 1962 год. На Харьковском тракторном заводе было изготовлено 45800 штук. После этого конструкторское бюро Харьковского тракторного завода на основе тракторов ДТ-54 и Т-75 разрабатывает новую модель гусеничного трактора с дизельным двигателем мощностью в 75 лошадиных сил, который получил название Т-74. Этот трактор будут производить с 1962 по 1983 годы. Всего будет изготовлено 880 792 трактора. Часть из них будет выпущена на Алтайском тракторном заводе. Т-74 будет применяться как в сельском хозяйстве, так и с легкостью перестраиваться в бульдозер. В 1955 году на Харьковском тракторном заводе начинается производство легкого колесного трактора ДТ-14. Он был результатом глубокой модернизации трактора ХТЗ-7. На трактор устанавливался дизельный одноцилиндровый двигатель мощностью в 14 лошадиных сил. Производство продолжалось до 1959 года, в том числе две модификации – ДТ-14А и ДТ-14Б. Следующим этапом развития легких колесных тракторов стал ДТ-20. На этот трактор устанавливался дизельный двигатель мощностью в 18 лошадиных сил. Такие трактора в основном применялись в садово-огородних хозяйствах. Серийное производство продолжалось до 1969 года. Всего было изготовлено более 248 тысяч таких тракторов. С 1966 года на Харьковском тракторном заводе начинается серийное производство колесного трактора Т-25. Он был оборудован дизельным двигателем мощностью в 25 лошадиных сил. Использовался для работы в садах, огородах и теплицах. Производство Т-25 на Харьковском тракторном заводе продолжалось до 1972 года. За без малого почти 5 лет было изготовлено более 60 тысяч экземпляров. После этого производство Т-25 перенесли на Владимирский тракторный завод. Всего будет изготовлено 830 тысяч таких тракторов на всех советских заводах. В 1994 году Харьковский тракторный завод разработает наследника трактора Т-25. Он получит название ХТЗ-25-11. И будет представлять собой глубокую модернизацию трактора Т-25. Харьковский тракторный завод имени Арченгидзе дает все больше машин сельскому хозяйству. Тракторы строители увеличивают и производство запасных частей для машин. Молодые шлифовщицы цеха топливной аппаратуры Анна Местеровна Мороз и Нина Семёровна Башкова значительно повысили производительность труда. На этом передовом предприятии сотни стахановцев уже выполнили свои пятеретние планы. На Урал, Сибирь, Казахстан и все районы освоения скринности залежных земель Харьковский завод отправляет тысячи тракторов. Стоит отметить, что с 1953 по 1964 годы первым секретарем коммунистической партии Советского Союза был Никита Хрущев. Фактически он же являлся главой государства. Что вообще мы знаем о Хрущеве? Помимо двух популярных мифов о том, что он был украинцем и о том, что он подарил Крым. Ну, наверное, все слышали о хрущевских реформах сельского хозяйства, которые полностью провалились. Среди них самыми известными стали три эпопеи. Целина, мясная эпопея и кукурузная эпопея. Также, я думаю, все слышали о панельных пятиэтажных домах, которые называют Хрущевки. В свое время в них переселили 70 миллионов человек. А вы понимаете, что такое целина? 30 миллионов гектаров ранее непаханных земель в Казахстане, Узбекистане, Поволжье, Урале, Сибири, Дальнем Востоке и Крыму нужно распахать. На строительстве хрущевок тоже нужны были трактора или строительная техника, построенная на базе трактора. Так что тракторов при Хрущеве в стране нужно было не меньше, чем при Сталине. Но к тому моменту в тракторостроении Советского Союза сложилась примерно следующая ситуация. Легкие трактора в основном были колесными, тяжелые трактора гусеничными. В 1955 году на всесоюзную сельскохозяйственную выставку приезжает американский фермер Росуэл Гарст из штата Айова. Он объехал целый ряд советских городов и сельских хозяйств, а потом встретился с Хрущевым. На этой встрече фермер Гарст рассказал Хрущеву свои мысли о преимуществах выращивания гетерозисной кукурузы. С этого момента фактически и началась кукурузная эпопея. Кукурузу начали сажать по всей стране, даже под полярным кругом. В то время руководители советских колхозов шутили, либо ты сажаешь и убираешь кукурузу, либо тебя посадят или уберут. О кукурузе снимают мультфильмы, документальные фильмы, отправляют ее в космос, выпускают елочные игрушки в виде кукурузы. И даже придумывает имя – кукуцапль, кукуруза царица полей. В сентябре 1959 года Никита Хрущев вместе с семьей посещает Соединенные Штаты Америки. Это было просто беспрецедентное событие, поскольку впервые глава Советского Союза приехал в США, да еще и в разгар холодной войны. Американское общество было встревожено тем, что в любой момент может начаться Третья мировая война с применением ядерного оружия. И тут приезжает глава этой самой страны, с которой они собираются воевать. Само собой, это вызвало просто невероятное внимание американского общества и журналистов. Американцы увидели, что Хрущев – это не суперзлодей, а улыбчивый селенин в старом пиджаке и шляпе. Хрущев с официальным визитом посетил Вашингтон и Кэмп Дэвид. И с неофициальным визитом посетил Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн и город Эймс в штате Айова. Само собой, заехав на ферму Роуса Лагарста. Также Хрущев хотел заехать в Диснейленд, но не получилось. В США глава Советского Государства попробовал Кока-Колу. Ему показали лучшие достижения американской промышленности. Современные вычислительные машины. Хрущев безэмоционально на все это смотрел, иногда произнося фразы «И этим вы меня удивить хотите?» А про себя думал, как бы нам у себя все это производить. Например, Хрущеву очень понравилось, что в Соединенных Штатах много автоматов с газированной водой. Тот самый знаменитый автомат газ-воды «Харьков», из которого пьет Шурик, разработали и начали производить на Харьковском заводе холодильных машин после поездки Хрущева в США. Хрущеву понравилось, что в США магазины с самообслуживанием, и их начали внедрять в Советском Союзе. Хрущеву понравилось, что на американских вокзалах камеры хранения, и на советских вокзалах начали появляться камеры хранения. Хрущев увидел в США дома с совмещенным санузлом, и хрущевки начали строить с совмещенным санузлом. В принципе, этот список можно продолжать очень долго, но при чем тут трактор? Когда Хрущев приехал на фермерское хозяйство Роуссела Гарста в штате Айова, само собой, вместе с Гарстом Хрущев пошел осматривать плантации царицы полей, и сразу же начал раздавать советы. «Кукурузка очень густо растет, надо бы прорядить», на что Гарст ответил «не надо». Интересный момент в том, что сам Гарст очень не любил журналистов, а за Хрущевым ходили буквально толпы репортеров. Чтобы избежать их внимания, Хрущев даже приехал на час раньше оговоренного времени. Но все равно репортеров было очень много. Гарст начал швырять в них кукурузные початки, а когда это не помогло, он начал забрасывать репортеров навозом. Как раз во время этой поездки Хрущев увидел, что в Америке урожай убирают большими колесными тракторами. И главное его преимущество заключается в том, что колесный трактор имеет более высокую скорость в работе на полях, а значит и большую производительность. В Советском Союзе больших колесных тракторов не производили. На полях в основном работали гусеничные трактора с небольшой скоростью. После возвращения из американской поездки, Хрущев приказал наладить в Советском Союзе производство больших колесных тракторов. Это задание поручили Кировскому заводу в Ленинграде. Там в 1961 году презентовали трактор К-700 Кировец. И Харьковскому тракторному заводу, который в 1962 году презентовал трактор Т-125. Это был большой мощный колесный трактор с двигателем в 130 лошадиных сил. Он имел много принципиально новых решений для советского тракторостроения. На его базе будет создан новый трактор Т-127, который будет использоваться в лесозаготовительных работах. На полигоне Харьковского тракторного завода проходит последнее испытание новый колесный трактор Т-125. 125-сильный двигатель позволяет новой машине вести пахоту пятикорпусным плугом со скоростью 9 км в час. Т-125 трактор универсал. Он может быть использован для культивации, баранования, глущения стерни. На трактор можно быстро и легко навесить дождевальную установку. Она позволяет орошать посевы на площади радиусом в 50-70 метров. Новый трактор развивает скорость до 35 км в час. Это дает возможность использовать его и для перевозки грузов. Фактически после того, как Хрущев отдал приказ разрабатывать большие колесные трактора, разработка новых гусеничных машин отошла на второй план. Но Харьковский тракторный завод славился именно своими гусеничными тракторами. К тому же в конструкторских бюро и колхозах не прекращались споры, какой трактор более важен для села – гусеничный или колесный. Потому конструкторскому бюро ХТЗ пришла просто невероятная идея – попробовать сделать один и тот же трактор в колесном и гусеничном варианте. Они взяли колесный трактор Т-125 и переделали его в гусеничной версии. Новая модель получила название ДТ-125, но она осталась всего лишь опытным образцом и в серийное производство не пошла. В конце 1960-х годов ХТЗ начинает разработку нового трактора, который должен стать глубокой модернизацией популярной модели Т-74. Новый гусеничный трактор с дизельным двигателем мощностью в 150 лошадиных сил. Новый трактор получил название Т-150. Его проект был полностью готов в 1970 году, а серийное производство началось в 1972. Модель оказалась невероятно удачной. Она превосходила по характеристикам большинство советских и заграничных тракторов. Возможно, это был один из лучших тракторов в мире для своего времени. Но самое главное, специалисты из ХТЗ не отказались от идеи – сделать унифицированную модель, которая будет выпускаться в колесном и гусеничном варианте. Дело в том, что разработать по отдельности хороший колесный и гусеничный тракторы – задача не такая уж и сложная. А вот сделать модель, которая будет одновременно выпускаться в двух вариантах – задача невероятно сложная. И впервые в мире она была решена в конструкторском бюро Харьковского тракторного завода. Лишь позже подобную идею внедрит в свое производство компания John Deere. Трактор Т-150К одновременно может считаться глубокой модернизацией трактора Т-125. И при этом он на 70% унифицирован с гусеничным трактором Т-150. Потому также может считаться и его модификацией. Т-150 и Т-150К – это просто легендарная для Харьковского тракторного завода модель. Настоящая гордость Харькова. Она переживет несколько глубоких модернизаций и будет производиться почти 40 лет. На ее базе будет разработано целое семейство гусеничных и колесных тракторов. Получит огромное количество модификаций. Военную версию Т-155К, которая будет использоваться в качестве артиллерийского тягача, а также в качестве машины для инженерных войск, которые будут использовать для земельных работ. На базе трактора будет разработан трехтонный фронтальный погрузчик Т-156. Лесозаготовительная техника ЛТ-157. Транспортный тягач Т-158. Бульдозер Т-150КД. Будет разработана машина для ремонта и укладки железнодорожных и трамвайных рельс УМП-1, что расшифровывается как универсальная путевая машина. Была разработана специальная версия трактора Т-150К. Специально для авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов, который был построен на Черноморском заводе в городе Николаев. На трактор был установлен двигатель от самолета МиГ-15. Новая машина получила название ТМ-59. Она была предназначена для того, чтобы очищать палубу и взлетно-посадочную полосу крейсера от посторонних предметов, сдувая их потоком воздуха. К началу весенних полевых работ Харьковские тракторостроители освоили выпуск новой мощной машины Т-150. Этот трактор создан в соответствии с директивами 24-го съезда партии об оснащении сельского хозяйства страны современной техникой. Новую модель коллектив завода сумел подготовить к выпуску без остановки конвейера. Благодаря увеличенной мощности, новый трактор позволит вести пахоту вдвое быстрее, чем раньше. В 1947 году на Харьковский тракторный завод пришел работать Валентин Васильевич Библик. Сначала он занимал должность инженера-технолога, потом заместителя начальника цеха, потом стал начальником технологического отдела. С 1957 по 1962 занимал должность главного технолога Харьковского тракторного завода. С 1962 по 1969 занимал должность главного инженера Харьковского тракторного завода. С 1969 по 1972 занимал должность директора Харьковского тракторного завода. А с 1972 по 1996 генерального директора Харьковского тракторного завода. Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 марта 1981 года Библику Валентину Васильевичу было присвоено звание Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали серп и молот. Библик сделал много для производства двигателей, топливной аппаратуры, гидравлических систем. Именно под его руководством было налажено производство тракторов Т-74 и Т-150. Проведена капитальная реконструкция и переоборудование завода. Построены новые производственные и бытовые корпуса. Введены новые автоматизированные линии, роботизированные комплексы. Библик избирался депутатом Верховного Совета УССР, получил звание Заслуженный Машиностроитель Украины, а также стал почетным гражданином Харькова. До последних дней своей жизни числился советником директора Харьковского тракторного завода. Умер 6 июня 2009 года, похоронен в Харькове на 4-м городском кладбище, рядом с районом ХТЗ. В 2016 году одну из крупнейших улиц ХТЗ назвали именем Валентина Библика. В 1956 году рядом с проходной Харьковского тракторного завода был установлен памятник Серго Орджоникидзе, а также обелиск в память о 320 рабочих ХТЗ, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Памятник Серго Орджоникидзе будет снесен в 2014 году, а вот обелиск поддерживает в хорошем состоянии и возлагают к нему цветы. 20 января 1967 года с конвейера Харьковского тракторного завода сошел миллионный трактор. На конвейере завода заканчивается сборка миллионного трактора. Многотысячный коллектив тракторостроителей торжественно отметил выпуск юбилейной машины. Ветераны помнят, как осенью 1931 года из бород механо-сборочного цеха вышел первый трактор. Это была большая победа героев первой пятилетки. 29 октября 1973 года с конвейера завода сошел полтора миллионный трактор. 16 апреля 1982 года с конвейера завода сошел двухмиллионный трактор. В нынешней пятилетке с конвейера завода сошел двухмиллионный трактор. Не правда ли можно понять гордость его создателей, рабочих, инженеров, конструкторов, убеленных сединами ветеранов? Собравших за долгие годы работы немало различных модификаций тракторов? И молодых, кто выпустив новую прекрасную машину, уже сегодня думает над тем, как сделать ее еще мощнее, еще надежнее, удобнее для людей. Такой, чтобы добрым словом вспомнили украинских мастеров и хлеборобы Кубани, и виноградари Грузии, и хлебкоробы солнечного Таджикистана. За свою историю завод дважды будет награжден орденом Ленина, получит орден Трудового Красного Знамени и орден Октябрьской Революции, а также болгарский орден Георгий Димитров, а также будет награжден почетным знаком 50-летия СССР. Каждый пятый трактор, работающий на полях страны, сделан руками рабочих Харьковского тракторного завода имени Сергор Джаникидзе. Это прославленное предприятие посетил Леонид Ильич Брежнев. Харьковский тракторный – один из первенцев в советской индустрии. Его коллектив дал стране более миллиона машин. В заводском дворце культуры собрались передовики производства – рабочие, инженеры, техники, ветераны завода. Товарищ Брежнев дал высокую оценку вкладу харьковских тракторостроителей в развитие советской индустрии, выразив уверенность, что многотысячный коллектив оправдает высокую награду Родины новыми трудовыми победами. На знамени Харьковского тракторного – Орден Ленина, Третий Орден. В конце 1960-х на заводе прошла масштабная реконструкция. Предприятие было переоборудовано, модернизировано и значительно увеличило объем производства продукции. При этом производство тракторов не останавливалось ни на минуту. После реконструкции проектная мощность завода составит 70 тысяч тракторов в год. Но на такой объем предприятие никогда не выйдет, поскольку часть его мощностей будет занята производством военной техники. Максимально на ХТЗ производили чуть более 60 тысяч тракторов за год. Для того, чтобы производить трактор Т-150 и Т-150К огромными объемами, нужно было выстроить огромную цепочку из филиалов ХТЗ и заводов-подрядчиков. Мосты для трактора и много других кованых деталей производились на Лазовском кузнечно-механическом заводе. Это было крупнейшее кузнечно-штамповочное предприятие Советского Союза, на котором в лучшие годы работало до 16 тысяч человек. Для тракторов Т-150 и Т-150К нужны были дизельные двигатели СМД-60 и СМД-62. Для их серийного производства в Харькове на улице Киргизской, на месте снесенного кирпичного завода, было выстроено новое предприятие – Харьковский завод тракторных двигателей – ХЗТД. Он имел проектную мощность 125 тысяч двигателей в год, но в лучшие годы производил всего 86 тысяч двигателей. Большая часть уходила на нужды ХТЗ. В наши дни предприятие обанкротилось. Часть цехов перестроили во вьетнамский квартал с развлекательным комплексом и аквапарком. Часть сдаются в аренду для других производств. Все корпусы двигателей марки СМД отливались на Купенском литейном заводе. Также КЛЗ изготавливал некоторые литые детали тракторов. В поселке Шевченково Харьковской области работало предприятие по капитальному ремонту двигателей СМД-60 и СМД-62. В городе Чугуев Харьковской области работал завод по производству топливной аппаратуры. Для тракторов производство Харьковского тракторного завода. На самом ХТЗ работало около 40 тысяч человек. У завода была собственная поликлиника, дворец культуры, санатории, базы отдыха, совхозы, испытательные полигоны, дачные кооперативы для сотрудников. ХТЗ был настоящим промышленным гигантом для своего времени. Наверное, у многих возник вопрос. Если в Советском Союзе изготавливали сотни тысяч тракторов каждый год, то куда их девали в таких объемах? Ну, например, трактор Т-150 – желанная вещь в любом колхозе или совхозе Советского Союза. Только в УССР в конце 80-х было 10 тысяч колхозов и 2 тысячи совхозов. И еще десятки тысяч колхозов и совхозов по всей стране. А плановая экономика подразумевала, что каждый из них будет получать технику, вне зависимости от того, убыточный он или сверхприбыльный. Помимо этого, десятки тысяч строек, которым нужны бульдозеры на базе трактора или другая спецтехника, военно-инженерные войска, лесозагодовительные предприятия, коммунальные предприятия. Ну и, например, тот же Т-150 продавали в 36 стран мира. И вот именно благодаря тому, что Т-150 производился такими большими объемами, в начале 2000-х его можно было встретить практически в каждом селе – в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. На этом вторая часть истории Харьковского тракторного завода подходит к концу. Спасибо за просмотр и до новых встреч!